Спасибо, что не переключаете канал. Мы продолжаем. Ключи от пяти новых спецмашин получили спасатели региона. Технический парк обновили за счет государственного материального резерва. Это техника высокой проходимости, что позволит спасателям в условиях чрезвычайных ситуаций оказывать помощь оперативно. Арман Баянде продолжит тему. Пополнение технического парка спецмашинами для спасателей – большое подспорье. На такой технике можно преодолеть и снежный заслон, и огненную стену. Не боится она и воды. Поэтому возрастает вероятность добраться спасателям к месту бедствия оперативно и оказать своевременную помощь. Ключи от новых спецмашин специалистам службы пожаротушения вручил заместитель Акима области Владимир Бубенко. Всего спасатели получили пять единиц тяжелой техники. У каждой свое предназначение. К примеру, эта машина отвечает за эвакуацию из зон ЧАЭС. В нее могут поместиться до 30 человек. Есть здесь и автотранспорт, который выделяется на фоне других. Это трал-тягач. Его мощности хватит для того, чтобы взять на буксир две вахтовки, общий вес которых составляет 40 тонн. Вся эта техника передана североказахстанским спасателям, республиканским комитетом по чрезвычайным ситуациям. Выделили ее из государственного материального резерва для укрепления технической базы. Потребность новой техники была, как показал, допустим, пример прошлого года, когда у нас при паводковой ситуации был отрезан поселок Заречный, поселок Озерный. То есть население не могли выбраться самостоятельно. Наша техника вахтовки на базе Урала, они как вездеходные, полноприводные, перевозили людей, больных, беременных женщин. Также доставляли продукты зоны потопления в отрезанные населенные пункты. На территории областного центра в ближайшие три дня ожидается пик паводка. В зоне риска поселок Заречный и район кожзавода. Новая техника прибыла вовремя, и она будет способствовать оперативным действиям спасательных служб региона в условиях ЧАЭС. Арман Бендер, Роман Куценко, Новости МТРК.